здравствуйте друзья письмецов зачитаю и дальше по дороге моего разберем аргументы против иммиграции в данном случае из истории моей переписки с моим знакомым из канады который живет там более 10 лет и пока не собирается назад в россию его ответы формировались на основании того что я выразил ему мое желание иммигрировать сша я сам из москвы россии если ты думаешь вот ему говорят что здесь живут индивидуалы вне общин то глубоко ошибаешься просто один ты нигде не выживешь наши коренные говорят что у них денег стало больше а качество жизни резко падает видимо 2 пункт значит по части индивидуалов вы поняли качество жизни у них денег больше качество жизни падает выйди на улицу третий пункт очень много опустившихся шатающихся при силе и интеллекте по внешнему виду беспособие они мертвец на моих глазах происходит резкая деградация населения при строительстве новых высоток и тех прогрессе у самих у самих пашущих канадцев глухое недовольство но им говорят что другого пути нет и они послушно рабски верят а ты говоришь свобода выбора канада могла бы быть реально швейцарией северной америки а ее сделали кухаркой амеров могла бы хорошо там тебя ждет с нетерпением американские желто-красно-черный народ который верит агиткам и статистике амер послов при этом вся южная и северная америка жутко перенаселена и в экологической заднице ночь не меняющего на мыло там хорошо где нас нет ну конечно 10 лет пожил говорит сиди там а кто будет разгребать болото тальков кто выдержал здесь тот человек и чего жители этих стран потребляют за счет рабов и колоний россия одна из них халявщики здесь халявщики желают примазаться к господам понижая уровень своей квалификации массажистами и прочими халуями не желая брать ответственности исправляя ошибки прошлого своей страны хочешь быть американским таджиком будь им если нет международного класса иммигранты его семья никогда не поднимутся со дна считая себя счастливыми участвуют в технологических преимуществах разрушающих биологию человека это вот один такой негативный из канады аргументы других людей кто будет ухаживать за престарелыми родителями кто будет ухаживать за могилками твоих близких ты будешь не не их не американец и не свой уже не русский а зачем тебя что то здесь не устраивает действительно такое желание мигрировать это всего лишь желание убежать от самого себя от себя не убежишь от добра добра не ищут счастливым нужно быть в любых условиях мы там никому не нужны ну да надо сказать ну поехали мы будем по дороге разбираться я бы сказал так что вот две части этого послания отличаются сильно значит первая часть где канадский господин высказывается с десятилетним стажем первая часть делает попытку как-то логически что ли ну по фактам ну что такое приближающиеся к фактическому вторая часть вот мнение других людей она такого же сугубо эмоциональная она не не очень рациональная вот там что люди скажут значит но давайте мы потихонечку значит будем посматривать и отвечать значит если ты думаешь что здесь живут индивидуалы вне общин то глубоко ошибаешься просто один ты нигде не выживешь значит это ерунда ну то есть абсолютно ерунда тот факт что люди объединяются в общины и им комфортно в этой общине не значит что они не выживут индивидуально уж во всяком случае к америке это никак не относится вот живи как хочешь и все если ты хочешь быть один ты будешь один если ты хочешь быть вообще не ты будешь в общине если кто-то говорит что америка это страна чистый индивидуалов для каждого там как зернышко сам по себе и да и нет не знаю там кто-то так кто-то сяк я я не вижу вот смысла никакого в том что здесь было сказано значит выжить без общины можно причем легко если ты приехал не говоришь по-английски там я не знаю но да ты естественным образом идешь туда где говорят на твоем языке это помогает тебе выжить это не значит что через там полгода не знаю год-два-три там сколько-то освоив язык и начав как-то жить американской жизни ты не сможешь без них обойтись абсолютно сможешь даже так много примеров этому что даже не хочется в эту тему углубляться значит коренные канадцы говорят что у них денег стало больше а качество жизни резко падает я думаю что тут очень специфично может быть для того места где живет этот человек и для колебаний там канадской экономики и так далее я помню время когда за американский доллар давали там доллар 30 канадский когда вы сюда приехали было очень приятно ездить в канаду вот потом они выровнялись потом там сейчас опять какая-то динамика значит у канады конечно большая зависимость экономически от соединенных штатов вот когда у нас чихается там сильно простужается и так далее но насчет того что снижается уровень жизни я так не могу сказать то есть допустим вот мы можем сказать что дом стал дороже да но если мы смотрим на новое строительство но качество домов но принципиально другое вот скажем за последние 20 лет там три-четыре раза кардинально менялась качество улучшалось качество строительства и тогда поэтому конечно есть процесс там инфляция есть подорожание это удорожание земли в каких-то местах вот как кремниевой долины где просто стекается много народу и а земли мало и она дорожает вот так но я бы не стал обобщать вот насчет вот этого чего там их коренные говорят тем более он сам уже 10 лет там живет мог бы что-то заметить за 10 лет тоже не ссылаясь на коренных особо выйди на улицу очень много опустившихся шатающихся при силе и интеллекте по внешнему виду это правда если прийти в какое-то место где много такого народу то вы хорошо увидите вот здесь мы едем с вами и вы не видеть вообще никого на улице нет вы ведь все на машине все идут по делам в больших городах в даунтаунах безусловно есть такая категория народу она есть ну безусловно бомжи в ссср были бомжи не то что там чем мы говорим а там вообще полицейское государство было там за бродяжничество сажали за тунеядство сажали это были беспособие они мертвец ну хорошо есть есть такие вещи тоже да есть бездомные на моих глазах происходит резкая деградация населения при строительстве новых высоток и тех прогрессе ну конечно когда когда общество развивается когда идут технологии значит простой человек для простой своей жизни он все время освобождается от каких-то функций которые раньше он должен был выполнять за него это все делают поэтому не запрягаем больше телегу мы не даем не не даем корову мы не пишем гусиным пером понимаете а вот печатаем там на клавиатуре компьютеры там набираем поэтому конечно можно сказать что население тупеет вот с другой стороны можно сказать что население меняется для того чтобы больше иметь дело с там я не знаю чтобы пользоваться компьютерами технологиями и так далее ну да вот нет такого почерка красивого больше понимаете как вот у нас там в начале шестидесятых вот я в школу пошел там первый класс шестьдесят третьем году и вот нас учили выводить по прописям конечно деградирует сейчас кто же теперь по прописям о самих пашущих канадцев глухое недовольство но им говорят что другого пути нет и они послушно рабски верят значит опять делается как бы ошибка они не рабы они не рабски верят там рабского нет ничего что другого пути нет я верят а ты говоришь свобода выбора значит если мнение этих людей не совпадает с моим например я не скажу что они дураки или они рабы но вот они как-то значит по-другому тем более что он видимо не сильно понял страну культуру там и так далее если он так говорит значит посмотрите в европе что происходит там есть глухое недовольство а вот ведь сейчас что творится обострение там в германии например с эмиграции с беженцами с теми злоупотреблениями чудовищными которые в этой области творятся и так далее но это не раб ничего арабского там нет есть страна есть жизнь здесь политика внутренняя внешняя и люди активно в ней участвуют и так далее я бы это арабским не называл мне не нравится этот мужик который тут отвечать вот он 10 лет в канаде и живет но тут злой какой-то так канада могла бы быть реально швейцарией северной америки но он так считается хорошо а ее сделали кухаркой амеров ну и была бы швейцарии чем помешал кто-то я не знаю ее сделал кто ее сделал кухаркой она процветает на на самом деле от того что получает очень много рабочих мест очень много бизнеса из соединенных штатов я не знаю категорически не согласен там ждет тебя с нетерпением американские желто-красно-черный народ он еще и россии стоки после этого вся южная и северная америка жутко переносил длина и в экологической задницы сказать что соединенные штаты сильно перенаселены но я никак не могу то есть есть какие-то места где народу много плотность населения высокая так горы и степь горы и степь вообще людей нету я не знаю тут можно легко удестерить население и в общем не будет тесно я не вижу где она перенаселена в каком смысле она перенаселена я не знаю не меняй шило на мыло оказывается вот ему из москвы в америку переехать это будет шило на мыло ну то есть реально то же самое там хорошо где нас нет это мне знаете напоминает такой анекдот как стоят три богатыря значит и смотрят вдаль руку под козырек идет мимо значит евреи говорит им ребята что вы смотрите они говорят смотрим где жить хорошо ой говорит он вот как этот канадец говорит хорошо там где нас нет он хоть вот мы и смотрим где вас нет говорят ему три богатыря и вот в данном случае хорошо там где нас нет а вы уже всюду что теперь не жить нигде что ли но Ну, так, теперь, значит, а кто будет разгребать болото? Кто будет разгребать болото? Тальков, кто выдержал здесь, тот человек. Ну, ради бога, но выдержит там, я не знаю, это как бы упирается в более философские вопросы, вообще, зачем человек живет, как бы, для чего он на свет родился там и так далее. Это уже как бы явно за пределами нашей темы. Жители этих стран потребляют за счет рабов и колоний. Россия одна из них. Я думаю так, что это логика людей, которые никак не могут понять, почему они бедные, а другие богатые. И они говорят, ну, если мы бедные, а мы-то хорошие, мы знаем, что мы хорошие, а те богатые, то, наверное, это за наш счет произошло, потому что, если бы все по-честному, мы бы тоже были богатые. Понимаете? То, что надо работать, то, что надо не воровать, не пьянствовать, там, и так далее, и так далее, это как-то уходит на второй план. Получается, что их обобрали. Ну, я не знаю. Ну, еще раз, это вопрос, как сказать, уверовали люди. И вот этот вот в Канаде, значит, я не понял, что Америка за их счет живет, в кухарку в Канаду превратила. Канада живет лучше, чем в Америке, вот по всяким ОООНовским, или там, я не помню, откуда берутся, какие источники всего этого, там, про уровень жизни и так далее. Канада выше Америки стоит. Так, неплохую, неплохую кухарку из нее сделали. Ограбили. Россия. Россия сама себя ограбила, никто ее не трогает. У нее столько всего есть. Олигархи, власть имущие, вот они, значит, грабят страну, бабки вывозят за границу. Вот, собственно, и все. Бизнесы отжимают, политическая жизнь на нуле, альтернативы никакой нет. Вот и все, вот, 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 чего их ограбили-то? Говорят, что это вот Путин, это проект Госдепа или там ЦРУ, я не знаю, это вот он, его специально туда поставили, чтобы он это все сделал, я не знаю. Может быть так. Халявщики желают примазаться к господам, понижая уровень своей квалификации массажистами и прочими халуями. Это больной на голову человек, я считаю. Массажист это не халуй, это человек, выполняющий какую-то работу. Есть изумительные вообще люди, которые этим занимаются и творческие, и очень достойные. И почему они халуями, я даже не знаю. Не желая брать ответственности, исправляя ошибки прошлого своей страны, массажистами. Я поражаюсь. Хочешь быть американским танжиком, будь им. Я думаю, что вот эта вот паранойя, она как бы понарастающая. Если нет международного класса, иммигранты и его семья никогда не поднимутся со дна. Ну вот я хочу сказать, что я, например, последние 20 лет вот этим занимаюсь и как бы являюсь прямым опровержением. Вот. Приходят люди, которые хотят чего-то изменить в своей жизни и меняют на раз. И вот это вот land of opportunity, страна возможностей. Чего он там, ерунду всякую. Считая себя счастливыми, участвуя в технологических преимуществах, разрушающих биологию человека. Аргументы других людей. Давайте на других людей. Кто будет ухаживать за престарелыми родителями? Ребята, у вас есть семья, у вас есть родители. Значит, вы решаете этот вопрос. Вы не сиделки своим родителям. И я могу вот по опыту, например, нашей семьи. Мой отец уехал из дома отчего, ему было 14 лет. В 34-м году его отец отправил в ФЗУ. И все. И он больше никогда дома с родителями не жил. Понимаете, поэтому находясь за границей, например, и зарабатывая нормальные деньги, вы будете в состоянии гораздо больше ухода качественного обеспечить вашим родителям. Конечно, есть такие вещи, как просто тепло семейное и так далее. Решайте. Я не знаю, очень многие люди привозят сюда своих родителей. Это занимает сколько-то лет. Надо получить гражданство. Займёт 5 лет получить гражданство. Через 5 лет вы можете воссоединиться, привезти своих родителей. Их легализовать и так далее. Кто будет ухаживать за мобилками близких? Это очень просто решается. Заплатил чуть-чуть денежки и всё, копейки. Ты будешь не американец и уже не свой, не русский. Я хочу сказать, что этот статус на два порядка выше, чем быть русским в русской стране, об которого ноги вытирают. И вот чувствовать вот это, что ты никто в собственной стране. То есть гораздо проще быть где-то между тем и этим, допустим, в Соединённых Штатах. При том, что к тебе относятся как, ну, очень хорошо и как к родному почти и так далее. Здесь нет такого, чтобы в США тебя эмигрант чувствовал как-то вот неродным или каким-то второсортным и так далее. Я не знаю, ерунда. Разве тебя что-то здесь не устраивает? Ну, если устраивает, не едь никуда. Значит, объяснять людям, что тебя не устраивает, не надо. Ну, если вы для себя знаете, что вас что-то не устраивает одно, если вы хотите другим это рассказывать, это абсолютно не нужно. Вы их обидите, огорчите и так далее, против себя настроите. То есть, твое желание эмигрировать, это всего лишь желание убежать от самого себя, а от себя не убежишь. Есть люди, которые пытаются через эмиграцию убежать от самого себя. Это правда. Есть люди, которые думают, что он сейчас с женой разведётся и найдёт себе лучшую. А потом после третьего, четвёртого брака выясняется, что, собственно, если бы он знал сейчас то, что знал тогда, если бы знал тогда то, что знает сейчас, он бы и с первой не разводился. Я знаю мужика такого, вот он, четвёртая жена у него была, он мне говорит, русская была женщина, училась у меня. И он мне говорит, ты знаешь, Майкл, говорит, вот четвёртая жена, говорит, если бы я, говорит, раньше знал то, что сейчас знаю, я бы и с первой не разводился. Ну, ладно. Убежать от себя бывает. От добра добра не ищут. Я не знаю даже сейчас комментировать. Мне это, знаете, что, так по ассоциации, я помню, Кашпировский давал, говорит, даю установку на добро. Он так руками ещё, даю установку на добро. И у меня вот сознание добавлялось, на чужое добро. Значит, даю. Ну, ребят, значит, от добра добра не ищут. Это правда. Это правда. Я не буду спорить. Счастливым можно быть в любых условиях. Это неправда. Это неправда. Плохо быть счастливым в тюрьме. Плохо быть счастливым, когда тебе больно, когда ты, я не знаю, тебя отказывают органы один за другим там. И нет, я не считаю, что счастливым можно быть в любых условиях. Это неправда. Есть люди. В любых условиях находятся люди, которые в них счастливы. Это правда. Там есть люди, которые счастливы. Это не значит, что вы можете встать на их место. Это нет. Это не так абсолютно. У каждого свое предназначение, у каждого свой путь в жизни. И если вот эти условия соответствуют пути вот этого человека, конечно, он будет счастливым, самореализованным и так далее. Были люди, которые самореализовывались там в еврейских погромах. Были люди, которые самореализовывались в расстрелах гражданского населения там, которое способствовало, содействовало партизанам там, еще что-нибудь. Очень много людей реализовалось таким образом. Это не значит, что вы можете быть на их месте и точно так же чувствовать себя счастливыми. Нет, это не так. Мы там никому не нужны. Это такая хохмочка массовая, очень популярная. Ее много раз обсуждали и так далее. Ну, что тут сказать. Я бы сказал, что вы и там никому не нужны. Абсолютно вы там никому не нужны. Человек, главное, чтобы он сам себе был нужен. Вот у него есть там, не знаю, семья, там родители, дети, жена, вот друзья. Значит, вот это и есть тот круг ваш. И насчет вот там поднимать там страну, кто будет и так далее. Вы, если вы нормально живете, вот, допустим, в Соединенных Штатах, да, то вы для той страны, откуда вы приехали, гораздо больше в состоянии сделать, если желание есть. Чем, например, живя там и бедствуя, там, нищенствуя, там, я не знаю, нравственно опускаясь, если кому приходится и так далее. Поэтому это ерунда все. Просто ерунда. Это вот коммунистами и всякими бандитами, которые грабят свой народ, значит, вот это все навеяно. И создано, и построено, и в мозги впихнуто, что у человека есть какой-то долг перед олигархами, перед бандитами, перед, там, террористами, диктаторами и так далее. Мы им всем должны. Нет, мы должны себе. Мы должны, как бы, в широком смысле создателю, да, потому что он дает нам всем какой-то смысл и так далее. Если вы почитаете вот первые там строчки Конституции США, да, там вот на эту тему говорится, что человек рождается с некоторым количеством прав, да, которые даны ему сверху. Они ему даны по факту рождения. В том числе право на персютов хэппинес, то есть стремление к счастью. Понимаете, человек рожден и имеет право на стремление к счастью. И это стремление к счастью, вы можете сказать, я там вот через родину, там, через то, чтобы у нее, я не знаю, там, больше территории отжать у соседей, там, я не знаю, у вас будет вот такое стремление к счастью, у другого еще какое-то через семью, через детей. Вот, это дело такое. Значит, но это право человека. Ему никто его не давал. Он родился с этим правом. Ни монархии, ни политические партии, ни президенты, никто. Так что, и там еще, знаете, там говорится, человек создан, понимаете, там используется слово создан. Человек создан со всеми этими правами. Он их не получил ни от кого, кроме как вот свыше. Поэтому, кому мы нужны, мы там никому не нужны, ты сам себе будь нужен. Вот проблема-то в чем. Это самое простое обоснование, почему ты сам себе не нужен. Вот где родился, там пригодился. Молодец. Большой молодец. Ладно, вот, значит, суммируя всю эту, значит, историю, я понимаю, что человек в поиске, он слушает одних, слушает других. Ему, наверное, кажется, что человек в Канаде прожил 10 лет, значит, он понял там чего-то. Вы поставьте рядом 10 человек, которые прожили в Канаде 10 лет. Вы услышите 10 разных историй, мнений, прямо противоположных. Значит, проблема только в том, что вы одного слушали из Канады. Значит, вам бы другие рассказали, какая прекрасная эта страна, какая там замечательная экология, какие чудные люди там живут, как хорошо они относятся к иммигрантам и так далее. Вот. Конечно, будучи такой страной экономически и политически, может быть, ближе к Европе, чем, допустим, Соединенные Штаты, да, там, соответственно, социальных программ много, соответственно, налоги выше, и, как бы, материально сложнее немножко. То есть, если бы небольшой поток бизнеса, туризма и так далее из Соединенных Штатов, вот если бы Канада была более изолирована от Соединенных Штатов, то с такой экономической политикой пришлось бы сложнее. Там очень много людей, которые не хотят перерабатывать, потому что налоги высокие, и вроде работаешь вдвое больше, а получаешь там не вдвое, и даже там не... Ну, не так, чтобы хотелось перепахивать. Поэтому там люди живут спокойной жизнью. Надо видеть. Там совсем даже неплохо. Вот. Поэтому, если у него что-то там не произошло, если у него был какой-то уровень амбиций, который не реализовался там, и ему теперь все плохо, и живи, где живешь, и там хорошо там, где нас нет, и вот это все... И этот человек 10 лет в Канаде прожил. И в Америке такие есть. Господи, сколько хочешь таких есть. Он, конечно, не уезжает. Но куда же он поедет-то, Господи, что тебе... У него никакой возможности нет никуда уехать. Потому что так жить он не сможет на родине. Так хорошо, как он живет здесь. Так свободно, так привольно, и как бы жирно. Но он просто не самореализовался, и ему хотелось больше. Вот я это так объясняю. Вот. А вы же сами для себя решайте, чего я... А что вам мое мнение? Ну вот я... Мое мнение такое, а его мнение другое. А у вас будет свое. Значит, или вы просто так почитаете, посмотрите, либо приедете, поживете. У вас свое мнение будет. И я видел людей, которые приезжали в США, они были влюблены в эту страну задолго до того, как приехали. У них были планы, у них было... Я не знаю, что они просто на крыльях летели, а потом через пару лет уезжали обратно. Потому что у них ничего не получалось, причем это ничего происходило с первого дня. Буквально с первого дня они шли в облом. И я таких историй много видел на форуме «Говорим про вес». Я когда-то каждый день там проводил существенное время, читал эти истории и просто до слез. Вот. Насколько человек хотел и насколько у него не получилось. При том, что вроде нормальный, адекватный и все. И всякое бывает. Так что... Думайте, разбирайтесь. Вот. На этом мы и закончим. Счастливо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...